всем привет народ доделал я вот этот чудо агрегат такую вот массивную большую фрезу по газоблоку или газобетону как назвать не знаю значит смотрите длина моей этой вот трубы что-то около 200 миллиметров то есть из расчетом пройти стенку 20 или 200 миллиметров 20 сантиметров вот делал из трубы 150 ки значит диаметр по верху оставил нетронутым то есть здесь примерно 153 154 миллиметра то есть отлично воздуховод 150 к зайдет и можно будет там немножко подпенить даже этих пару миллиметров с двух краев потом что было сделано проточил внутри проточил по верху на сверлил отверстий все это сделано для того вот здесь вот видите этот чернота вот зубчик это истинный размер трубы все остальное сделано пустил под проточку чтобы было куда деваться вот этой вот пыльце при сверлении блока ну либо стружка как его правильно назвать фиг его знает вот отверстие просверлил тоже для того чтобы изнутри что-то сюда вылетала попадала то есть наружу зубчики сделал вот такие вот направления чтобы стружка у нас уходила сюда зубчики примерно здесь 3-4 миллиметра вот так вот разметил по нарезал короче сварил всю конструкцию в центрах вот моя фреза или не знаю коронка ну и смотрим на биение биение как видно минимальная то есть для таких работ пойдет еще и как далее что было сделано сварил вот такое вот сверло то есть 12 сверло по бетону вот здесь вот приварил к штоку от автомобиля 9 миллиметров получилось длинное сверло то есть будем его использовать как направляющую там есть отверстие ну видно наверное да сейчас попадем в отверстие и посмотрим сверло не зажатое какое там будет биение так вставил сверло смотрим то есть есть биение так как отверстие чуть больше чем 9 миллиметров я уже не хотел мучиться и сверло у меня здесь вот вот в этом районе и противо из противоположной стороны будет зажиматься двумя винтами на м6 и пойдем пробовать сверлить конструктор конечно ой 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 диаметр фрезы вот этого бура 150 миллиметров 154 по моему по верху здесь вот зубья когда нарезал и когда протачивал вот я оставил внешний диаметр трубы и немножко проточил чтобы здесь собирались все эти вот как называть пыль опилки от блоков то есть здесь диаметр занижен здесь диаметр целой трубы там сто пятьдесят четыре миллиметра по моему здесь у нас тоже заглушил заглушечкой заварила проточил обточил все выровнял все делал в центрах в токарном станке значит сама сверло там внутри просверлено отверстие 9 миллиметров сверло то вставлено в это отверстие и зажата двумя данными винтами м6 вот ну и кто помнит у меня был обзор гайковерта lb 266 с этим гайковертом шел переходничок с трех четвертых на одну вторую при первом же кручение не помню гайки не то болта вот одна вторая квадратик отлетел так как это сыромятина полная гайковерт супер а вот это сыромятина ну вот видите пригодилась сюда то есть и крутить я это отверстие буду гайковертом тоже на три четвертые с квадратом lb 266 хаймер дингер ну здесь вытащил такую переходную флянчик приварил присморкал все дело все делалось по-быстрому в ночное грубо говоря время вот здесь больше как бы не надо сварки крепче думаю все это дело выдержит вот ну и осталось нам что пойти проверить как это все дело у нас будет сверлит нашу стенку просверлим супер не просверлим все это дело пойдет наверное в металлолом так как это мне нужно буквально для двух отверстий вот но если просверлит то конечно будет все супер значит для начала мы у меня в планах что у меня есть длинное сверло на 8 под разъем sds под перфоратор пройду стенку я восьмерочкой вот немножко с уклоном дабы у нас конденсат скатывался на улицу и потом уже буду сверлить вот этим вот буром либо фрезой хренов знаю как его назвать вот все это делалось для того чтобы установить в курятник вентиляцию то есть вентилятор и приточный канал ну далее смотрим как она будет сверлить народ продолжение банкета значит прохреначил я уже одно отверстие идеально ровно все песня что хочу сказать по поводу данного девайса идет как бы нелегко но идет да и вот по поводу аккумуляторов сразу я пробовал на аккумуляторе потуа про аккумулятору полный хана но опять видимо где-то от большой нагрузки отпаялся провод значит вот мой хваленый хэмер дингер работает дольше но вышибает его полностью вырубает сейчас мы с вами значит отверстие просверлил сугубо на тпц аккумуляторе так сколько у нас заряда заряд у нас полный вот ну и сейчас я вам покажу два аккумулятора то есть опять же потуа про полностью заряженный что с зайдет видимо тоже наверно появится провод ну и вот этот немножко уже поработавший хэмер так что вперед сверлить второе дупло диаметр 150 напоминаю это все дело горячая то есть идет не с первого раза я немножко туда-сюда эту стружку выбрасываю так как бывает подклинивает и даже тпц бывает не уходит защиту но его передергивать не нужно а он сам возвращается так народ ставлю потуа про полностью заряжен погнали значит той стороны я уже немножко насверлил чтобы было легче чтоб аккуратнее к ней сей но с этой стороны давайте смотреть что-то как у нас получится надеюсь видно бандура очень тяжелая ну что поехали тогда так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, свалилось... Все, наш аккумулятор рабочий... Второй аккумулятор... В принципе, та же, видимо, беда... Все... Припаяем и опять... В работу, в путь... То есть, пайка очень и очень слабенькая... Не выдержал нагрузки... Теперь... Хеймер Дингер... Ему будет сложнее, его будут вырубать... Шестяком... Но он не сгорит, походу... Погнали... Видите, он... Его сразу рубит... Ну, напоминаю, он подсев уже... И им я уже долбал... Все... Не могете... Ну, теперь... ТПЦЛ-12-ка... Он будет работать... До победы... Резинка моя... Порвалась... Вот такая вот... Охрененная нагрузка... Обалденная нагрузка... Фух... Уже рука болит... Держать эту бандурину... Квадрат разбивает по страшной силе... Вы все помните, что я-то сделал... Который шел переходничок... Сырец полностью... Который сразу у нас... Отвалился... Обраточку... Вперед... Ура! Победа! Ну, как же ж ты... Не хочет... Выходить... Ура! 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 Вот и все, друзья... Все готово! Ура! Ура! Кто-то скажет... Боловник! Делать человеку нечего! Да, скажу... Делать нечего... Но все хочется испытать... И проверить... И своими руками сделать... Вот... Такая вот получилась фреза... Видите... С трудом... Потихоньку... Она грезет... Ну, а дрелью вывернула бы руки... И вот такая вот... Дырень у нас получилась... На 150... Так... Что у нас по заряду аккумулятора... Давайте смотреть... То есть он... Считай... Просверлил... Два дупла... Видите... Полный заряд... Ему было очень тяжело... Все... Здесь просто огнем горит... Все горячее... До ужаса... Ну и вот... Хэмер... ЛБ-266... В принципе... Мощь... На этом... Все... Всем спасибо за просмотр... Пишите свои мысли... Что вы думаете... По тому... Что я сделал... Кто-то скажет... Проще было бы насверлить... Да... Промучиться там... Пропилить... Но мы... Легких путей не ищем... Все, друзья... Всем здоровья... Удачи... До новых встреч... До новых видео... Пока... Ты заходи... Если что... До новых встреч... До новых встреч...